Всем привет, вы на канале СуперКит. В этом видео речь пойдет об SSD диске нового поколения. Его разъем подключения называется M.2. Ключ у такого M.2 M, он же NVMe. Интерфейс подключения у данного диска PCI-Express. Конкретно у этого SSD емкость 128 ГБ. Данные диски заметно быстрее и дороже других SSD с интерфейсом подключения SATA. Тип памяти, который здесь используется TLC. Рабочая температура до 70 градусов. Добавлю, что если ваш диск будет сильно греться, попробуйте вообще без радиатора, лучше поближе вентилятор прикрутить. В комплекте к этому SSD лишь винтик и все это запаковано в блистерную упаковку. Подключить данный накопитель можно либо в соответствующий ему разъем на системной плате, как компьютера, так и ноутбука, либо, если такового не имеется, через переходник PCI-Express 4X, который вставляется в соответствующий разъем компьютера. Конкретно 4X PCI-разъема на материнке у меня нет, поэтому я вставлю его в разъем PCI-Express X16. У меня два таких разъема, один занят видеокартой, а второй свободен. Как обнаружилось, моя вин 7 его не видит, понимая, что есть какое-то новое устройство и требует под него драйвер, который я не нашел, поэтому тест проведу на Windows 8.1 Live. Закатываю образ данной версии. Бинды на флешку и перезагружаю комп. Бинды на флешку и перезагружаю комп. Из-под 8.1 диск уже отображается как в диспетчере устройств, так и в проводнике, а это в свою очередь позволяет провести тест. Бинды на флешку и перезагружаю комп. Как видно, скорость чтения в 2 и даже скорее в 2,5 раза быстрее при линейном чтении, выше и все остальные значения. Если свободных разъемов PCI-Express 4X или 16X не оказалось, то в принципе данный диск можно использовать и через переходник riser, подключив его в PCI-Express 1X. Предлагаю посмотреть, что из этого выйдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вышло следующее. Диск также определился без проблем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И естественно скоростной тест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тест, который явно не впечатлил скоростью, однако стоит отметить, что если другого способа подключить как для сброса информации, так и для использования нет, то такой вариант вполне сойдет. Ну, вдруг такой диск останется после апгрейда или еще как, неважно, а вставить его реально будет некуда, то почему бы и нет. Естественно и эти скорости не предел, возможно и данный SSD работал бы быстрее, будь системная плата посовременней, ну и так же скорость будет выше, если выше объем. Кто хочет еще больше ускорить свой комп, тому такая возможность есть, было бы желание. Ссылку на проверенного продавца оставлю в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч.